Я направляюсь в Эрф-Лодж в Саби-Саби. Это 11-я остановка на моем пути к совершенству в кулинарии. Чтобы попасть сюда, мне пришлось оставить родной Кейптаун. Я проехал Блумфонтейн, Йоханнесбург, свернул Кнеллспрейту и Уайт-Ривер. Сегодня слишком жарко. Чтобы ехать весь день без остановок, здесь мне просто необходимо остановиться и искупаться. Я знаю, что в Эрф-Лодж меня ждет работа с шеф-поваром Шанельем Дина и его командой. Надо освежиться, чтобы быть готовым к работе на пыль. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю бойки пароваркой, а костер духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Первый день. Первый день. Саби-саби, Эрф-Лодж. Первый день в Эрф-Лодж. Я иду на кухню. Там из гостей я превращусь в младшего помощника. Отправляемся прямо в чрево. Доброе утро. Доброе утро. Шанель Дина, главный шеф-повар. Как ты? Хорошо, а ты? Не могу жаловаться, приятно очутиться в Буше. Блеск. Давай я быстро покажу тебе кухню, где тут что. Будет здорово. Начнем. Ты должен дать мне дело, я не люблю стоять в стороне. Работа есть. Хорошо. Это Буси Сиве. Привет, Буси, рад знакомству. Она из христианской церкви из Иона. Классная. Берти, стажер? Берти, есть? Рад встрече. Ребята, я проведу с вами много времени. Это так. Сколько тут человек? Джой на холодном бусине. Горячему он делает выпечку. Я готовлю ужин. Ты включишься в процессы и поможешь нам. Это точно. Хорошо, я к этому готов. Это для переработки мусора. Благородно. Сейчас весь мир начал меняться. Стараемся делать, что можем. Это важная черта Эрфлодж. Весь комплекс не наносит вреда экологии. Мы стараемся использовать как можно больше органических продуктов. Сохраняем окружающую среду. Классно. Я уже начал кое-что готовить к ужину. Каждый день я начинаю с нуля. Составляю меню и пишу список того, что надо подготовить. Мы начнем с двух первых блюд из нашего меню. Одно вегетарианское, во втором может быть, к примеру, лосось. Сегодня это утка. Вот с чего мы начнем. Займемся первым блюдом. В данный момент я занят уткой. Ясно. Пожалуйста, приготовь ризотто и артишоки. Ладно, у меня есть вопросы, но ты увидишь, я быстро учусь. Надеюсь. Если я ошибусь, делай замечание. Непременно. Классно, спасибо. С нетерпением жду поработать. Будет здорово. Мне очень понравилась одна вещь. Заходите сюда. Шинель сразу возложил на меня некоторую ответственность. Для меня это важно. Нет ничего хуже, чем быть запасным колесом. Мне доверили готовить простое и вкусное ризотто. Чувство ответственности меня всегда возбуждает. Как обычно, начинаю с резки репчатого лука и чеснока. Я уже очень давно готовлю ризотто. Главный принцип – рис должен быть аль денте. Он отваривается в бульоне. В данном случае это вегетарианское блюдо. Мы возьмем овощной бульон из того, что осталось. Доведем почти до готовности. Как видите, у меня на лбу уже выступил пот. Он течет по шее. Это потому что на кухне 40 градусов. Итак, сейчас я быстро приготовлю простой бульон. Основа любого бульона – сельдерей, морковь, лук, чеснок и так далее. Все это пассируется. Затем мы добавим к овощам воды и оставим вариться. Все эти ароматы вберет вода. Получится легкий овощной бульон. Он придаст вкус всему ризотто. Вот так. Как сказал бы Шекспир, взвесь ввысь язык огня. Так варят ризотто. Без хорошего бульона не обойтись. Мы будем добавлять бульон в ризотто. Он должен быть горячим. Пусть немного поварится. Чем дольше варятся овощи, тем ароматнее становится бульон. И это непременно отразится на вкусе ризотто. Пока он варится, займусь приготовлением песто. Итак, песто, базилик и руккола. Положим эти нежные и вкусные листья. Добавим оливковое масло, чеснок, кедровые орешки, сыр, пармезан и лимонный сок. Джастин, когда разберешься с песто, в этом списке награда. Вычеркни все, что сделал, ладно? Ты видел, что я уже вычеркнул. Я от тебя отстаю. Класс, ты в начале списка, но я ничего не вижу. Да, шеф. Я оставлю для тебя ручку. Хорошо. Сейчас начну, шеф. Первое, что вычеркнул Джастин, песто с рукколой. Хорошо. Я вычеркнул из списка один пункт. Я видел и хотел поставить рядом звезду, но ты меня прервал. Вегетарианское ризотто. Я стараюсь покрыть каждое зернышко риса арборео, сливочным и оливковым маслом. Далее мы добавим белое вино, а затем бульон. Доведем почти до готовности. Секрет приготовления ризотто в том, чтобы добавлять бульон понемногу. Каждый раз мне кажется, что я говорю общеизвестные вещи. Но основная идея – налить половник, дать рису впитать и налить еще. И так далее, пока не приготовится. Помешиваем, не переставая. Пока Джастин неплохо справляется, но мы посмотрим, еще не вечер. Ризотто готовилось часа три. Я подготовил все, что нужно для ризотто и песто с рукколой. Шанель, мы почти закончили. Можно переходить к блюду из крокодила? Мне нравится эта кухня. Шанель очень тихий. Мне кажется, ему предстоит лучше меня узнать и научиться доверять. Он доверил мне ризотто, он собирается поручить его мне во время обслуживания. А значит, Шанель, не сомневайся в моих способностях. Мне нравятся сотрудники. Все в хорошем настроении, организованы, собраны, везде чисто. Это не похоже на столовую с фиксированным меню, где день за днем готовят одно и то же. Шанель варьирует меню. Он также увлечен едой, как и я. Да, я очень доволен, что нахожусь на кухне Airflodge. Но меня немного огорчает, что я на кухне, а не на природе. Потом надо будет почувствовать себя гостем. А пока я повар. Приготовлено в Африке. 11.30 Никогда не готовил крокодила, но я его ел. Хорошо. Для начала слегка посоли мясо. Немного. А затем мы его закоптим. Когда закоптится, дадим остыть. Сегодня мы его обжарим, нарежем и положим в салат. Подкоптим для аромата. Только для этого. Ясно. Я с этим справлюсь. Вот в чем суть горячего копчения. Мясо для копчения должно быть сухим. Абсолютно сухим. В противном случае весь аромат вберет жидкость, а не мясо. Дамы и господа, это коптильня. Опилки не слишком много. Травы и специи на дне. Герметично закрываем. Так весь дым останется внутрь. Засекаем время. Основное правило заключается в следующем. В зависимости от размера кусков, рыба или мясо полностью приготовится за 10-15 минут. Нам надо только ароматизировать мясо. На это хватит 3-4 минут. Кажется, мне нужно еще одно задание. Я жду, пока мясо подкоптится. Пока мясо подкоптится, начни курицу. Что за начинка? Начинка на полке. Моцарелла. Моцарелла? Значит, надо сделать кармашек для начинки. Я прав? Сначала делаем так. Делаем тут надрез для начинки. Здесь сыр моцарелла. Немного оливок. Каламата и сушеные томаты. Предельно просто и всем знакомо, но очень вкусно. Да, я хочу посмотреть, как там мясо. Я посмотрю. Спасибо, шеф. Аромат дымка и эта свежесть – приятный сильный запах. Как видите, мясо по-прежнему мягкое. Нельзя, чтобы крокодил был сухим. Перед подачей его обжарят, замаринуют и добавят в салат. Что, проблемы с курицей? Все нормально? Эти курицы доставили мне проблемы, шеф. Кошмар. Мне придется это переделать. Я стараюсь резать как можно выше. В первый раз я проткнул тут мясо насквозь. Но я сделал новый надрез. Наконец, я сделал. 15.30. Кленка не хочет прилипать. Перестаньте снимать, у меня ничего не выходит. Эта пленка не хочет здесь прилипать. Я справлялся и с более сложными вещами. Может, оборвать все это вот так? Да, это мне. Если у тебя получится с первого раза, я тебя просто стукну. Ты слишком волнуешься из-за пленки. Такого мне еще не говорили. Я слышал, ты не слишком осторожен и тому подобное, но ты слишком волнуешься из-за пленки. Моем, режем, моем, готовим, моем, режем, моем, готовим. Сегодня я чувствую себя поваренком. Я приготовлю одно из любимых блюд. Это говяжий филе со специями. Заворачиваем в кашу из молотой кукурузы. Смазываем маслом, обворачиваем в лист шпината. Кладем на противень, ставим в холодильник. Это последнее, что мы готовим? Это последнее, что нужно на сегодня. Приготовлено в Африке. Все, что мы подготовили сегодня утром, сейчас превратится в ужин. 19.00. Мой первый заказ в Эрфлодж. Три ризотто. Займемся делом? Я готов сервировать. Я рад, что вы тоже вспотели. Не я один. Подводя итоги дня, могу сказать, было здорово. Но, честно говоря, сейчас я полностью вымотан. Мне хочется одного лечь спать. Этим я и займусь. День второй. Саби-саби, Эрфлодж. Второй день в Эрфлодж. Я способен лишь на это. Второй день. Доброе утро. Доброе. Как дела? Я немного устал. Приступим к работе? Приступим. Сюрприз на вечер. Сегодня мы приготовим перепелиные грудки. Здесь требуется много тонкой работы. Она достанется тебе. Не знаю, у меня руки мясника. У тебя все получится. Все получится. У Шенейли есть одно свойство. Его энтузиазм заразителен. Впервые попав на кухню, я пытался понять Шенейли. Сейчас мы лучше узнали друг друга. Ему в кулинарии нравится то же, что и мне. Ему хочется экспериментировать. С тем, с другим, со вкусами и текстурами. В любом случае, мне пора на кухню. Надо готовиться к ужину. Фаршированная перепелка в тесте Катаифи. Я хочу рассказать вам о своих сомнениях. Вот эта перепелка. Грудка, вот эта маленькая часть. Ее и будем начинять? Начним ее, расправляем вот так. Ты подшучиваешь надо мной? Или ты абсолютно серьезен? Серьезен. Вчера было учебное занятие «Как начинять грудки». Сегодня будет мастер-класс. Спасибо, Шенейли. Да нет проблем. Я должен быть очень осторожен, как будто делаю операцию на сердце. Хорошо, спасибо, шеф. Начнем. Я хочу кое-что показать. Достаем кости. Это конечный размер продукта. На полтора укуса. Выполнять такую работу интересно. Ты узнаешь анатомию птиц. Ты видишь, как все соединяется. Это вызывает уважение. Предположим, вы покупаете готовую продукцию в супермаркете. В процессе вы забываете о том, что когда-то это было птицей. Чем больше знаешь о продуктах, об их происхождении, тем лучше. Следующий шаг – кулинарный мешок. Да, начинка состоит из бекона, лука и спаржа. Грудки завернем в тесто катаев или катаифи. Его используют для приготовления пахлавы. Но здесь мы используем его в пикантном блюде. У него прекрасная текстура, особенно после выпекания. Возможно, ты думаешь о приправах. Начинка хорошо приправлена. Мы польем это маслом, так что внутрь попадет соль. Будет много других ароматов. Мы добавим портвейн. Я проверю. Ладно, молодец. Спасибо. Это тяжкий труд. Действительно напоминает операцию на сердце. Но я уже представляю, каковы они на вкус. За этим я здесь. Чтобы узнать про такие блюда и суметь приготовить их для своих друзей или близких. Несомненно, это так. Мы подготовили перепелок. Теперь делаем пасту. Делаем пасту. Ничто не сравнится с домашней пастой. Анилотти. Мы сделаем анилотти – пирожок из пасты. Почему-то многие люди считают, что это сложно делать. Базовая формула – чашка муки на одно яйцо. Что может быть проще? Попробовав домашнюю пасту, вы не вернетесь к покупной. Масло и панировка. В масло добавлен шнит-лук и запеченный пармезан. Хорошо. Мои выглядят не так, как ваши. Они похожи на солдатиков, готовы к приготовлению и сервировке. Сейчас четыре, я собираюсь на экскурсию. Я должен. Здесь я и помощник повара, и гость. Спасибо. Увидимся. Приятно выехать в Буш, да? Да. Ты провел на кухне весь день. Мне часто кажется, что кухня, как казино, там царят вечные сумерки. Там не знаешь время суток. Да. Там львы? Да. Вот чего мы хотим или не хотим приблизиться. Львы. Посмотрите вон туда. В трех-четырех метрах от нас лежат львы. Это львы. Это львы. Мы подъедем к другим. Будет лучше видно. Приготовлено в Африке. Мы вновь на кухне. Это второй день обслуживания в Эрфлодж. Я вернулся к экскурсии. К шлифовальному камню. Поступили первые заказы. Я должен приготовить два блюда. Как сказала бы Джулия Чайлд, не набивайте грибы в сковородку. За время прогулки со мной произошла волшебная метаморфоза. Вернувшись на кухню, я уже не чувствую себя безголовой курицей. Я чувствую уверенность в собственных кулинарных способностях. Я использую их на общее благо. Две порции аньюлотти. Итак, пять сюрпризов. Перепила. Надо, чтобы виднелась кость. Хорошо. Постарайся на начинку лить меньше. Ее должно быть весело. Обслуживание не слишком интенсивное. Надо только постараться, чтобы Шенель остался доволен. Он потрясающий парень. Спокойный, говорит негромко. Но вы видите, что все усилия и внимание он отдаёт блюдам. Шенель действительно первоклассный шеф-повар. Такого человека всегда хочется иметь у себя за спиной. Берти, ты там все время молчишь. Безмолвный убийца. Осталось только прибраться со скоростью света. День третий. Саби-саби. Эр-флотш. Это мой третий день в Эр-флотш. Саби-саби. Сегодня я только гость. Я буду делать все, что положено гостям. В том числе смаковать ужин, а не готовить его. Цель нашей прогулки не поиски крупных животных. Они могут нам встретиться. Тогда мы полюбуемся на них, действуя по ситуации. Но наша цель – увидеть что-то более мелкое. То, что не разглядеть из машины. Это следы, экскременты, лекарственные растения и тому подобное. Эти плоды съедобны. Когда они красные? Да, красные и черные, спелые. Особенно черные. Здесь мы конкурируем с птицами. Маги-кварьи? Да. Спасибо. Мы вернулись. Вновь в Эрф Лодж. Думаю, быть гостем в Эрф Лодж плохо лишь по одной причине. Это непрерывный марафон еды и питья. Просыпаешься утром, едешь смотреть на животных. По возвращении завтрак. Затем можно отдохнуть у бассейна, почитать книгу. После этого надо идти на ланч. Он включает закуску. Главное блюдо – десерт. Затем идет чай, и в скором времени за ним следует ужин. Но кто-то должен это съесть. ПОТИЦЕЙСКИЙ 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 ПОТИЦЕЙ СИГНАЛ Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать на ужин. Сегодня вечером мы предложим вам две закуски. Первая – тарт с обжаренной тыквой и горгонзолой. Если любите горгонзолу, это прекрасный вариант закуски. Второй вариант на сегодня – обжаренное карпаччо из импалы. Мясо импалы маринуется в соевом соусе с имбирем, затем обжаривается, тонко режется и маринуется в ароматном масле. Сервируется с латуком, хрустящей пармской ветчиной и сырным печеньем. Ну что, аплодируем? Мне так странно сидеть в зале ресторана «Эрф Лодж». Еда изумительна. Эта еда становится катализатором приятного времяпровождения. Я сижу за столом с двумя южноафриканцами, двумя американцами и толпой жителей Кейптауна. Мы общаемся за хорошим вином и едой. Это самое главное. Но дело в том, что такой результат дает еда, приготовленная Шаниэлем и Берти в сердце дома на кухне. Пойдем поблагодарим. Ведущий Джастин Банелла. Продюсер Келвин Хейворд. Это было классно. Я был спокоен. Все было замечательно, спасибо. Я рад. А теперь пойду съем десерт, пока не растаял. Давай. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орлов. Орлов.